Если такая любовь не существует между супружескими парами, то при тяжелых обстоятельствах жизни, то ли это травма, то ли это может быть отклонение к гормональному состоянию человека, то ли это может быть болезнь, которая не способна дать любовь, имеется в виду супруга или супруги, то Агапе, которая существует в другом человеке, отдает эту любовь безвозвратно, то есть не ожидая, что его будут любить обратно. То есть воля, я буду с ней, не зависит от того, что происходит, я буду... Нет, тогда такой брак не состоится, то есть он развалится. Потому что если нет Агапы, тогда просто преобладает Эрос, и он человека уводит из семьи, понимаете, да? Именно в испытаниях и трудностях, мы говорили, любовь проявляется больше всего. Одна сторона – это счастье, которое мы переживаем, а с другой стороны – это страдания и трудности, к которым мы тоже переходим. Это та любовь, которая, как говорится, трость надломленная, он не ломит, да? И длина курящего что? Не угасит. Это такая вот любовь, которая при всех обстоятельствах не доломит, не добьет, не доконает. Ты меня доконал! Не доконает. Может быть трудно, может быть какие-то вспышки есть, там все, но он переносит, все, все переносит, всего, ну, давайте найдем там местописание в любви, да, о любви. Любовь, что? Местописание. А? 13, 13, я понимаю, это самое главное, что вы запомнили. А? Коринфина, правильно, правильно. Первое. И второе, второе. Первое Коринфина. Первое Коринфина. Вы должны участвовать, работать вашими мозгами. Всегда. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, язык умолкнут, и знания упраздняются. Извините. И знания упраздняются. Что это все дело, какая любовь? Агапа. Мы пришли к понятию, что такое Агапа, да? Это все-таки волевое решение. Любить. Это любовь также открыта к принимать. Агапа не только как бы саможертвующая любовь, она и любит принимать. На чем я основываю это, как вы думаете, эту теорию? Нет, принимать. То есть мы готовы отдавать, но также мы и любовь, именно Агапа, она любит принимать. Мы от Бога все любим подарки, правда? То есть мы ожидаем. Это же любовь и ожидает. Эта любовь на самом деле почитает другого, как самого себя. Отношение к другому человеку, как к себе. Мы говорим о любви, как о личности, да? Ну да. Это твое я. Надо научиться себя любить. Как и в иудаизме, так и в христианстве есть понятие такого возлюбить себя. Если бы по-другому было бы, чтобы мы уже любим себя, тогда бы не было сказано возлюбить ближним, как самого себя. Понимаете, да? Поэтому одно здесь слове нужно полюбить себя. И это же любовь и Агапа. Но при всем этом там совокупность. Агапа сама по себе, она никакого толку не дает. Сама по себе. Писание говорит, что нет никому никакого осуждения тех, кто во Христе Иисусе живут как по духу, не по плоти, да? Само понятие осуждения нужно как полюбить себя. То есть, если ты человек себя не любишь, то каким ты и есть, это проблема. Мы как раз будем, у нас есть следующий урок, это любить себя. Полюбить себя. Что это значит? Это очень довольно серьезная проблема. С одной стороны, это как бы самолюбие, как мы говорим, самолюбие. Вот самолюбие, да? Эгоизм. А с другой стороны, все-таки любить себя тоже нужно. Каким образом? Самобичевание и так далее, то есть, самоунижение. И есть эта грань, где мы должны любого просмотреть немножко по-другому. Любить себя. Ладненько. Давайте мы обратимся к понятию такого, как любить себя. И мы понимаем, что здесь на самом деле любить себя тоже вкладывается в мысль Агапа. Самоотверженно. То есть, некоторые вещи во мне не нравятся. Но я отвергаю их, чтобы в этом расширить или же другие качества. Чаще всего люди, которые были злые, они были ненавистники Богу. У них характер был другой. Они ненавидели людей. При том, как они когда пришли к Богу, их жизнь, она поменялась. Вдруг каким-то образом слово живое стало действовать в нем. И он начал любить людей. И любить себя. Он изменяет свою жизнь. И этим выражает любовь к другим людям. Начало перемен начинается с покаяния. Начало перемен покаяния. Что такое шува покаяния? это отвернувшись от прежних дел нужно двигаться к Богу. Поворот. То есть измениться. Поворот. Ты шел в одном направлении, повернулся, пошел в другое направление. С это все-таки связано и как бы другая жизнь. Кто из вас переживал такую вещь? Поворот. Поворот. Да, да, да. Повороты в жизни. Но я думаю, что вы переживали. Я переговорил часто этот момент. Когда вы первый раз едете по дороге в одну сторону, например, в Николаев, то дорога кажется, когда ездит Николаев, она не то, что длинная, это как бы одна. То есть ты воспринимаешь ее по-своему. А когда едешь обратно, ты не узнаешь ее. Как будто ты не знакомая вещь. То есть не та дорога. Кто из вас переживал такую вещь? Что это значит? Это так же самое и в жизни человека. И в одну сторону ты двигаешься, происходит поворот в жизни, едешь обратно. Вроде по той же самой жизни, дороги жить и проходят. Вроде те же самые люди, те же самые обстоятельства, но ты на них смотришь по-другому, как будто ты не узнаешь их. Вот так же сам производит шва. Любить себя означает делать себе одолжение. Повернуться от своих старых дел к новым делам. полюбить себя внутри. Как научиться? Марка 10 глава 41 стих. Откроем вместе с вами. «Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Марка 10 глава 45 стих. «Как научиться любить себя? Научиться нужно служить». А? Во-первых, и себе, и другим. Я почитал местописание, где не Ему служили, чтобы Он послужил другим. Очень часто люди, верующие, которые пока каются, и потом чувствуют себя в ущемлении, начинают звонки к пастырю, к служителям, «Помогите, помогите, у меня тут, там, там проблемы, там проблемы». И понимаешь, что человек не любит себя. Самый лучший возраст или возрастание в Боге, когда ты начинаешь служить, служить людям. Не тебе, чтобы служили, а чтобы ты служил людям. Это важная часть жизни. служения является первым ответом. просите Бога, чтобы Он помог вам любить людей через вашу любовь. Показать, что он показал вашу любовь через желать любить других людей. Большинство молодых людей имеют с этим большие проблемы. В возрасте уже не смотришь на эти проблемы. Это первая проблема, кто я такой вообще? Мое отождествление. Когда мы не можем полюбить себя, нам кажется, что мы не совсем достаточно умны, либо мы не подходим в эту компанию, либо мы не можем отождествиться с другими людьми, даже с религиозными людьми. Я недостаточно еще религиозен, я достаточно еще знаю, поэтому кто я такой? Вообще ниже травы, тише воды, мы должны поставить перед собой вопрос, кто я есть в Господе? Кто я есть в Боге? чтобы научиться любить друг друга, нужно иметь отождествление, кто я для этих людей, могу ли я послужить им примером? Как проверить, любите вы себя или нет? Очень просто. Когда вы наедине, что вам хочется делать? Когда вы вообще не то, что наедине, чувствуете себя одиноко? одиноко. Знаете, такое состояние? Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я себе квартирку, наемся червячком. Что ты делаешь, когда ты в одиночестве? То есть вокруг тебя нет шумного школы, детского сада, детей, мужа, жены. Вот ты один возле моря, и как ты себя чувствуешь? Да. для некоторых такое удовлетворение. Ты смотришь на все, говоришь, боже, как ты прекрасен, как я рад, что я познал тебя, и открываешься мне своей красотой, своей благодатью, и что я могу служить тебе. Одно чувство, да, а второе чувство, да зачем это мне все нужно было, кто, кому я нужен здесь на земле, вообще, да чем я вообще пришел в эту общину, ходил бы себе, ничего бы не знал, что там мне было плохо, что сейчас. Это второе, да, это вторая часть, чувства. и скажите, где ты чувствуешь себя, ну, как бы, так сказать, любимым. В первом случае, да, где ты ставишься благодарным за то, кто ты есть. Понятно, да, как бы, очень просто. Но когда ты начинаешь любить себя, у вас был appointment, у вас встреча, вы опоздали. Ладненько. Если мы не любим за собой ухаживать, ну, реально, мы не сможем ухаживать за другими людьми, тут мы не сможем проявить любовь к людям. Это относительно всего. Во всего. Если мы не любим делать свои прически, умываться, чистить зубы, одеваться красиво, я думаю, что мы не сможем это дать людям. Мы не сможем полюбить людей в этом. Я не имею ввиду дорогую одежду. Я говорю о том, что красиво и приятно. Потому что, если мы любим это делать, тогда мы захотим, что другие люди вокруг нас были так же красиво одеты. У меня есть привычка такая, не слабая привычка. я покупаю вещи, я их ношу, может быть, не ношу. Но если я вижу, что у молодых ребят есть с этим проблемы, он не может себе позволить, либо не совсем так нужно изменить его, я отдаю свою одежду, если он подходит по моей форме. Я отдаю свои костюмы, я отдаю свои рубашки и так далее. И Валик знает, был участником того. И пастеров одеваю, заставляю переодеваться и занимаюсь от себя старой одеждой. Почему? Потому что я нет, уже не помню. Часы кому-то отдавал. Это не потому что мне хочется показать рэп такой широкая душа. Нет, я просто понимаю, что мне нравится, когда молодые люди хорошо выглядят. Я понимаю, что это необходимо. И если они не могут себе помочь, я помогаю в этом. Помогаю в этом. Участвую. но если бы я не любил себя, я ходил в кожухе постоянно, зашмальцанная рубашка, то мне было все равно, как все остальные выглядят. Как они пахнут, как они все. Это не есть любовь. Понятно, да? Я себя унижаю не потому что я могу позволить себе, потому что вот так вот самоскромность пришла. самосмирение такое и ходить в этом. Это я думаю, что это неправильная вещь. Хотя это выбор человека. Это лично мое мнение, что это все равно выбор человека. Я с одной стороны думаю, что жадность его добивает, а с другой стороны добивает его ну как бы сказать он ну нет, они собирают деньги для других вещей. есть по разному на эту вещь можно посмотреть. Но реально я понимаю, что если ты не можешь с собой ухаживать, тогда ты не сможешь любить других людей. Тебе все равно, как они выглядят, какие-то ситуации. Сытый голодного не поймет. Правда? то есть такое выражение. Благочестиво. Благочестиво. сегодня сегодня нету супермода. Да, достойно. 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 Может быть, не супердоров, а не супермодный. Но достойно. Знаете, как Юра вот красиво одевается. Павел писал, что вы с ним говорили, он послушался меня. Молодец. Молодец. Привлекательный модуль. Молодец. Человек. Сейчас раз послушаю. Ну, на самом деле, что вы хотели сказать? Тут вопрос. Скудости. Мне нравится. Мне нравится. Мне очень нравится, что скудости не в нищете. Но вы слышали рассказы о том, что можно вот такие секонд-хенд купить двумя гадами? И переделать, и сделать. Да, можно? 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 Я думаю, что и нужно. Если ты можешь себе позволить только секонд-хенд, то возьмите, сделайте. Я считаю, что вообще хорошо, чтобы люди вообще не помогали друг другу. Есть вещи, которые дома лежат годами, годами и не знают, что с этим делать. И мы все не только вещи, что ты носишь, а еще другие материалы, какие-то кроватки какие-то там еще. Каждый раз у бабушки залазил на чердак и смотрел такую где-то с 20-х годов коляску такую, значит, вообще деревянную еще. или как какое. И вот лежит там, наверное, до сих пор еще лежит. она ведь ретро, да, я не знаю. Я уже 20 лет там не лазил. но при всем этом как бы нам нужно помнить, что у нас есть вещи дома, которые может быть нужны кому-то. Например, у нас, где я был членом общины церкви в Шэдди Групп, у нас какое-то время каждую неделю было объявление у нас, ты мог пойти почитать. Например, у меня есть четыре колеса на машину такую-то, отдаю, кому надо. А другие пишут, нам нужна мастеральная машинка, у кого типа есть. понимаете, да? И эти объявления делаются, отдаю в хорошие руки, там, да, такое бы. Ну, это Олег, видел, это как раз у Олана Гриффина там это было. это только, там не только на доске, это так еще было объявляли, там типа, друзья, у меня там как бы делаю чистку дома, у меня там куча всего, кому что надо, то есть, отдаю хорошие руки либо по дешевке, там, диваны, все такое-такое-такое. То есть, вот, я думаю, что это вот то, что необходимо даже делать, это проявление может быть, щедрости, либо такого, ну, доброго шанса такого для людей. Это община, это работа общины, это работа между людьми. Аминь? И поэтому любовь к себе, она устанавливается простыми вещами. я должен помнить, что я прощен от всех своих грехов. От всех своих грехов. Я прощен. Потому что Ишуа умер за меня, за мои грехи, то есть, чтобы дать мне свободу. Поэтому его любовь отразилась, его Агапа отразилась прощением всех моих грехов. я возлюбленный Богом Сын. Мы должны помнить, что это обетование уже у нас есть. Я готов к изменениям. Все должно быть понятие, что я готов, я готов быть учеником. Ишуа говорит, идите научите, то есть, приобретать учеников. Ты должен быть готов к изменениям. Эти такие в основном три вещи, которые ты должен запомнить для того, чтобы полюбить себя. Есть какие-то вопросы у вас? вопросы есть? Потихоньку так. Вы поймите, у каждого свои глаза, на самом деле. очень часто встречаются с людьми, которые говорят, вот, Бог меня оставил, и так далее. Он мне не обращает внимания. То есть, он смотрит глазами Бога на свое несчастье. И он не понимает, что Бог не человек. Понятно, да? Он не человек, он не смотрит глазами человеческими. А мы хотим представить себе, что он смотрит на нас, как вот, ты можешь познать, что такое Божья любовь? Невозможно понять ее. То есть, мы не можем ее понять. Ответ, вопрос такой, кто такой Бог вообще? Христианам, вот вы христиане, ответьте на меня, кто такой Бог? Бог, 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 Его никто никогда не видел. И причем мы знаем, что у Него есть руки, у Него есть голос, у Него есть чувства, ну, как бы, перья, что у Бога перья есть, я не знаю. Тут как бы так, а, и глаз, и глаз, семь, да, как бы там, и как бы кто-то еще там может всякое надумать. Руки, ноги, трон, как бы, если есть, если есть трон, на чем он боссел, если есть, если он боссел, значит, есть у него седалище, да, ну, имеется в виду, заднее место, либо такая, то есть, как бы, но на самом деле, но Бога, но Бога никто никогда не верил, что спину увидел, если его вся, вся Вселенная не может вместить его, и земля под дождь ног его. Видно, что есть ризы, но какие ризы, непонятно, вот край ризы его, да, что это за выражение, что это за образы, какой Бог, какой он, как в нашем разуме, что это за Бог, понятие Троицы, это новое понятие Троицы, это как бы отделение от еврейства, что такое Троица, кто мне ее объяснит, реально, кто мне ее объяснит, а то, что говорят, крестить его имя Отца и Сынского Духа, нет, не говорит мне, что здесь три Бога, понимаете, да, Бог один есть, но в разуме у нас, как бы, мы даже не знаем, кто он такой, кто Бог, во что мы верим, кого мы верим, сейчас иду отсюда с класса, скажут, все, мы атеисты, понимаете, да, ну да, вот, но вы это проходили, так очень просто, тогда, но есть вопрос веры, и не остается вы просто веры, поэтому, нам, мы видим, как действительно, отчасти, гадательно, а зачем была такая вера, если мы ее увидели, посчитали его, Другой, другой момент, если Бог, он, как вот описать, какое у него имя, имен, да, много, но, значит, он является каким Богом, безначальным, подождите, но если к началу, и конец у него, альфа и омега, как это, как это, ну, как это, если, вот, в начале, Бог сотворил, и что мы считаем, что Бог сделал, не был, а-а, 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 начало, Бог творит начало, какого Бога мы верим, какого Бога мы верим, все, и он, все, нужно ли сейчас, это вообще понимать, надо, надо, нет, ты не думаешь, себе думать, и так далее, но это переживание, которое ты понимаешь, что он сотворил, то есть в начале, он сотворил начало, в начале всего, он сотворил начало, хотя еще не было, перлинки вселенной, как он в совершенстве, знал нас уже, да, но, и он делает начало, первое, что Бог делает, это творит начало, начало всего, и делал в начале, в начале было слово, то есть он творит слово, и слово было у Бога, и слово было Бога, это было, нет, это самое первое, что он творит, как бы сказать, начало, чтобы человек мог опереться на что-то, поэтому мы говорим, Бог отец наш, если отец, значит, это не бесконечно, это не безгранично, это не безначально, у него есть какое-то начало, у отца есть начало, в нашем, а? Потому что у тебя есть, у тебя есть отец, у тех, которые есть начало, ты не можешь, отца у него было начало, и сын, и говорит, захотел, и родил сына, значит, у него было начало, я вас совсем запутаю, правда? в одном из посланий Иоанна говорится так, что я писал вам дети, да, я писал вам юноши, отроки, я писал вам отцы, потому что вы познали от начала сущего, от начала, потому что я пишу, я пишу вам, потому что вы познали от начала сущего, а потом следующее, когда он переговаривает, я писал вам, потому что вы познали безначального, что это такое? нарисую это безначального, самый легкий ответ, самый легкий ответ, понятие такое, Бог, три Бога и Троицы, он такой скользкий, как хочет тогда Бог, написано, что-нибудь отмоем, кроме того, что Бог открыл, да, Бог открыл, ничего, я о том, как бы, мы иногда говорим то, что мы, о чем вообще не знаем, вникаем в это самое, в разговор ангелов, говорим о ангелах, а мы даже не знаем, что это такое, а? знаю, когда умрем, я понимаю, что как бы легче всего, но при всем этом, любить себя, это, а? должен открыть это, мы не можем глазами Бога посмотреть на это, то есть мы, какими глазами, мы должны своими глазами смотреть на себя, в Божьей любви, через жертву Ишуа Мессии, который я, понимаете, да, я не достоин был жить, но он умер, чтобы я жил, я некрасивый, я худой, я толстый, но это достаточно, чтобы быть счастливым, понимаете, да, если ты веришь в это, что Иисус умер, Божья любовь, опять, что-то такое, смотреть Божью любовь на себя, как это? Я понял, я понял, что, у кого из вас проблема с этим? Пока не родила детей, понимаю? Посмотрела на меня, говорит, точно мое отражение, у кого из вас есть такая проблема, или была такая проблема? На себя смотреть, простить себя, любить себя. Смотрите, мы не можем понять, что это такое, мы не можем себя определить, как это любить себя. Вот, вот, есть разница, надпись на вникает себя в учение, где ты видишь свои грехи, которые ты не хочешь сделать, и вместо того, чтобы покаяться, ты начинаешь себя, ну, самобичевать, кушать, жевать, и ты говоришь, что я такая, ну, что такое, не могу измениться, когда-то наконец придет это всему, какая я гадкая, какая противная, как бы все остальное. Это, это одно состояние, мы не понимаем, что такое, что вам, мы не понимаем, что такое, покаяние, поступок, который ты делаешь, не отображает тебя, как личность. Это грех, который живет в нас, то есть, как бы, и Павел говорит, я не иначе познал грех, как только через закон, он закон, он освечивает этот, этот грех, и, без того, чтобы покаяться в этом грехе, сделать шуму, повернуться, идти, да, в противоположном положении, мы начинаем себя бичевать, и начинаем себя сожалеть, мы не любим себя, мы начинаем думать вообще, я не достоин, я не достоин, мы никто не достоин, нет никого праведа, ни одного, Писание говорит, никого нет праведа, нет ни одного. Расслабиться нужно, видеть ситуацию греховную, да, и покаяние, покаяние через дела, что это имеется в виду, ты исповедуешь свой грех, да, и делами ты подтверждаешь, что твой грех прощен, каким образом, ты начинаешь служить, начинаешь служить другим людям, отображается любовь к ближнему твоему, через твою любовь, которую ты получил. И ты понимаешь, что твой грех прощен, если твой грех прощен, и насколько Бог тебя полюбил, твоим грехом, ты можешь теперь полюбить другого человека, и дать ему эту любовь, которую ты имеешь. Сложно, но это возможно. Нам не нравится наш нос, нам не нравится наша борода, а не наши уши, наше тело, наша попа, наши ноги, наша грудь и все остальное. Я вас умоляю, как бы ты его не рассасывал, как бы ты там спортом не занимался, если ты был грушей, так ты и останешься грушей. Полюби себя, и не будь яблоком. Извиняйте, понимаете, ну не дано тебе по Божьему замыслу быть Шварценеггером, но не получилось у тебя, ну как. Я понимаю, что у него сначала Шварц, а потом Негер. То есть, что... Ну, Шварценеггер, это бы черный-черный. 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 Ну, хороший, дядька, но вопрос не в этом. То же самое, наверное, касается способностей, талантов, которые имеет человек. Может, человек, вы поймите, одна проблема. Мы хотим любить себя, чтобы нас любили и либо выйти замуж, либо жениться. Это проблема номер один. Мы начинаем себя любить до идиотизма, чтобы никто нас не любит, и так далее. Значит, я плохая, значит, или я плохой, некрасивый, некрасивый, начинаю себя ненавидеть. Если я себе не нравлюсь, то тем более другим. Давайте, почему накрутим. Мы хотим любить себя ради того, чтобы любили нас и выйти замуж, или жениться. Но не в этом же ситуация, но не в этом проблема. Я понимаю, что хочется. Я понимаю, что эрос поднимается между ногами, все как бы не то, что нужно. Я прямо говорю, я такой, что я прямолинейный. Мозги отключаются. Зачем? Здесь нужно работать над этим. Скажите, Реве, хорошо, у вас жена есть. Да, я согласен. Хорошо. У меня свершена с этим проблема. я вам скажу, что с тем, что я встречаюсь и сталкиваюсь с людьми, которые имеют проблемы с самолюбием, любить себя или нет, больше всего это связано именно с сексуальным подходом, именно с сексуальным своим видом. Понимаете, да, вот я не сексуально, я не сексуален, а зачем тебе это надо, чтобы понравиться, выйти замуж. Понимаете, да? Не такие волосы, так я худая, либо толстая, рыжая, другие, это сама картина какая ты нарисуешь себе. Ну да, да, да. Это теория. Это теория. Потому что она слушалась этого на христианской. Это тема христианства. Не интересно вам, да? Можем сделать. Я вам скажу, это все равно, это, ну сказать, навязчивое. Я еще не слышала теории, но я сразу не могу меня это так сказать. Смотрите. Потому что в Боге нет ни мужского, ни женского. Я еще раз говорю, это он отец, и понятно, что пытается, мы пытаемся, мы пытаемся соединить нашу с отцовской любовью здесь. Хорошо, но у меня отец был бандитом, как бы еще. Любовь какая? Кулака. И что, мне было принимать Бога как кулачный бой? Он меня не бил. Отец меня не трогал. Как бы так. Но у нас было очень жестко. У меня двоюродные братья и племянники, это воры в законе. И что? У меня отец не был дома и воспитания. Я вообще благодарен Богу за отца. Я очень благодарен Богу за отца. Я научился больше моего отца, чем я у христиан мог научиться. да, потому что по законам бандитов жили. И ни разу не слышал, что мой отец матом ругался. Живя в мире, мирский, близкой человек, он ни разу не позволил себе матом ругаться. Потому что у воров в законе это неприлично, вообще это непозволительно. вы понимаете, да? Мои братья двоюродные эти вещи не позволяли себе. Откуда ты знаешь их характер? Моих братьев ты не знаешь. Я шучу. Давай с этого момента. Ничего страшного, ты переставай. Но момент здесь, что я должен был ассоциацию Божьей любви перекидывать на отцовскую любовь. Она совсем другая. Она совсем другая. И я вам говорю, что это момент твоего восприятия на самом деле рождения свыше. Даже никогда я принял Господа в свое сердце, я никогда даже не думал о ассоциации с отцом. Моим земным отцом. Я понимал, что это Отец Небесный, любовь свыше, которую мне родители земные не могут дать. Поэтому я принял, потому что они не могли мне дать эту любовь. помилование могу получить. Даже если я соврал пред Господом, я знаю, что я от него получу милость, если я у отца буду. Мой отец не мог это дать. Понятно, мы, я думаю, что то, что мы говорим о том, что ассоциация, плохие отношения с отцом, наземным, и там как бы бил меня отец, и все остальное, унижал, и поэтому невозможно было принять отцовскую любовь свыше. Миф. Миф, в который мы хотим верить. Нам наговорили об этом. Я вас, я вас извиняюсь. Да, да, да. Я вам скажу больше того. это теория, в которой она молодая теория. Американцы приезжали говорить о отцовской любви, это наши небесные отецы, земные отцы эти сравнивали. Я так никогда не был вращен. Я у пятьдесятников родился свыше, там таких даже тем не было. Понимаете, да? То есть о чем мы говорим? Я просто о чем говорим? Как мы, что преподаем? К чему мы привыкли? И мы хотим нашу боль, которая у нас есть, перенести, как бы сказать, я не мог, потому что у меня не хватало любви агапы, и мы не могли Бога принять, потому что нам сказали, потому что отношения с отцом, и мы говорим, о, у меня есть выход. Не потому что я не хотела, потому что у меня с отцом было плохое отношение. Еще раз. Что такое рождение свыше? Принятие отца. То есть ты должен понять, что ты нуждаешься в Боге. до рождения свыше, ты осознаешь, что есть нечто, что руководит всем миром. качество совершенно другое, чем любви. Качество больше, чем человек, сверхъестественное, в котором все твои надежды, твое счастье скрыто. это другая ситуация, зачем ты ему нужна. Ты можешь даже вообще не понимать, зачем ты ему нужна. Он уже это все сделал, еще заранее, еще не было частичек вселенной, он уже совершенствует знал, что ты ему нужна. Но реально, как бы, по любви, просто влюбил. Бог не избирает, он за всех одинаково умер, нет лицеприятия. У нас Марина красивая, а вот Света у нас старшая, очень красивая. Этого нет у Бога. Почему? Почему? Почему пророки, почему служители, а почему? Не, не там, не там уделил, там где-то, там где есть сам языки и так далее, не там, где учителя и постарат служителя. Кто епискосу желает, хорошего дела желает. Призвание, оно очень интересно, оно хорошо. Если ты желаешь, ты открыть желаешь, ты готов изменяться, ты готов принимать, ты готов быть, чтобы тебя ущевали. Мудрый, он принимает обличение. то есть, другими словами, глупый, не хочет ничего принимать, ничего. И один хочет быть пастором, и другой хочет быть пастором. Один мудрый, другой глупый. Кому придет это боговоление, богорасположение? Мудрому, потому что он смотрит, епископ должен быть, и там есть перечисление качества епископа. А другой говорит, а у меня не получается. Если не подходит, ты оставляешь его. Понимаешь, такой момент? Есть качества. Я верю, дары Господни, они все равно располагают Бога по нашему качеству. Внутреннему качеству, которому мы открываемся. Иначе невозможно. Невозможно из одного и того же источника течь сладкая и горькая вода. Не может. Еще раз. Дары еще действуют по вере. Действуют по вере. не по барабану. Не по барабану. по барабану. Доказывала, что хотел. Моисей хотел. Моисей хотел, потому что, во-первых, он рос в доме фараона. Власть ему знакома была. Реальная власть. Когда он отказался быть сыном фараона, он что-то сделал. Что он сделал? он пошел к своим и захотел помочь им. Но он не понимал своего призвания. Он не понимал своего призвания. Нужно смириться. То есть первая задача у него есть. Хотел быть со своим народом. Помочь своему народу. Видел угнетение своего народа. Которого понимал. А уже я не пойду, потому что незачем мне идти. Я пытался это все сделать. Как вы думаете, можно порочество исполнить или не исполнить? Можно. В твоих руках это все. Все в твоих руках. Послушание является послушанием. Делаем перерыв, потому что мало времени.